а как вы как вы определили скажите как вы определили что это да не обязан не обязан не обязан общественное место не обязан не обязан сошлитесь на нормы права можете сослаться можете сложно вы можете сослаться на нормы правда вы скажете я пришел к вам домой я пришел к вам домой вы дома на повсед Collaborative.預ảoакания. я пришел к вам домой. я не к вам домой пришел я пришел в офис софком банка правильно Вот сегодня, 6 августа 2024 года, время 17.43, я пришел в офис Совкомбанка, находящийся в городе Луценске. Попросил ответ, за который с меня незаконно требуют оплаты в 500 рублей. Попросил сослаться на норму права, однако ничего мне не предоставляют, сказали, что мы просто хотим с вас денег. Вы можете сослаться на норму права, на основании которого я вам должен заплатить деньги? Это что, государственная служба? Да, это у меня проблематичный вопрос. Да. А в чем проблематичный? Куда вы уходите? Ну так вот, оператор взяла и ушла. Она звонить пошла. А зачем? А зачем она здесь не могла поговорить? Звонить она пошла. Вот, место пустое, убежала девочка. Ну что ж, идем. Наш замечательный Совкомбанк, который людей необоснованно просит денег. Даже за предоставление обоснований, на основании которых они требуют деньги. И то за это нужно платить, оказывается, уважаемые. Друзья. В прошлый раз вообще вызывали службу охраны. Может, у кого был опыт, подскажите, пожалуйста, как с этим бороться? Для того, чтобы получить информацию, за что с вас требуют деньги и списываются, вам необходимо заплатить. Здрасте. Прибыл какой-то человек уже с дубинкой. На мое обращение. Вот так, уважаемые подписчики. Такая ситуация происходит. Я произвожу видеофиксацию нахождения меня в офисе Совкомбанка. Продолжение следует. Постой, постой две минуты. А зачем вам охрана, девушка? Не можете пояснить? Ну, просили охрану сразу. Я попросил, мне не нужно. Метеоохранителя я не заказывал. Более денег я не плачу ему за обслуживание. К вам грустным. Вы по необходимости или без необходимости вызываете. Кого-то ребятам делать нечего. А кого он охраняет? Можете пояснить? Девушка, а кого у нас охраняет тот человек, который прибыл с дубинкой? Меня он охраняет. Вас охраняет кого? А я что на вас нападаю или что? Меня он охраняет. Нет, а я скажите, что на вас нападаю. Молодой человек, он давал право на записи? Не требуется. Он умеет право снимать... Я фиксирую. Видеосъемку. Фиксацию, да. Так как это считается общественным местом. Запретить ему никто не умеет право. Тем более я фиксирую именно нахождение свое здесь. Что мы с вами ведем корректно. Что я не ругаюсь, не выражаюсь матом. Я поэтому вынужден все это фиксировать. Чтобы если коснется, что вдруг у меня были доказательства. Я не знаю, наверное, единственная девушка, которая грустно вызывает охранника. Вот вторая девушка сидит. Никогда никого не вызовет. Все у нее нормально. Ну, выяснили, зачем ты меня вызовешь? Грустно, потому что ей соскучилось, наверное. Вот, пожалуйста. Тариф и банк. Нет, ну, тариф и банк. И дальше что? Что если вы запрашиваете, как, ну, и, ну, по-моему, это фонд кредит, вы, конечно, его банк, а вам надо оплатить на усилие. Нет, где это? Можете сослаться на норму закона? Вот этот тариф, а где вы? Что вы владеете? Вот приказ, это какой? Приказ банка или чей-то? Что это вообще не было? Грустно ей, потому что. Можете пояснить, для чего вы вызывали? Она имеет право ввести, ведь... Сереж, я тебя поняла. Где предписаться? Нет, почему? Все, хорошо, спасибо. Прежде чем вызывать, думаю. Ну, я поэтому не понимаю, это слишком мелким почерком. Я тут не вижу ничего. И вот это приказ, чей приказ ОД? Тут не написано, чей приложение к приказу. Приказу для чего? Можете пояснить? Это внутренний банк. Ну, что внутренний? Что внутренний банк? Ну, поясните, пожалуйста, что такое внутренний банк? Вот я понимаю, я иду в суд, но я в соответствии с законом плачу госпошлину. Вообще не вопрос. Есть тарифы. Вот эти вот тарифы, на какой норме закона, они обоснованы, скажите, пожалуйста. Тем более мы отвар... Подождите, подождите, мы с Совкомбанком не заключали ни одного договора. Которому все... Которому... Вы давали два экземпляра, правильно? Один пример, другой банк. Дальше. Вы сейчас запрашиваете из архива экземпляр банк. Мы сейчас не запрашиваем из архива. Вы зачем его путать? А как вы узнаете? Вы читали мое заявление? Нет, с вашего заложения. Нет, с нашего разговора, вот послушайте, вот вы просто адекватная... Не, не, вы лучше скажите, вы просто адекватная, и все разберитесь. Вы хоть на кнопки не нажимаете, охрана не вызываете. Вот смотрите, мы обратились, вы сказали, что вы нам должны денег очень много. Много-много. Мы сказали, пожалуйста, представьте обоснование, почему вам должны деньги. Вы предоставляли чеки, вареные деньги. По вашему урочению было рассмотрено... Ну и ничего не пришло, и ничего нет. Где? Ваша жизнь. Какое? Какое? Так, какое сообщение? Вы нам письменный ответ, пожалуйста, дайте на наше письменное обращение, письменный ответ. Вы нарушаете сейчас права моего доверителя, понимаете? Тем, что вы не даете письменный ответ. Мы, если обратились к вам в письменном виде, вы нам должны в письменном виде дать ответ. И за это не просить денег, 500 рублей, за ваш письменный ответ. Мы запросили дать нам письменный ответ. И попросили... У меня есть ваше заявление. Что там написано? Давайте его прочитаем вместе. Куда направить ответ? Мы вам не дадим никаких ответов, пока нам не дадите денег. Понимаете? Я вам никакой письменный ответ давать не буду. Почему? Сошлитесь на норму права. Почему вы нарушаете права моего доверителя? У вас доверитель не может разобраться. Мой доверитель, она разобралась. Она разобралась, что у нее обязательства погашены. У нее обязательства не погашены. Послушайте. Она ей бы давали... Хорошо. Это ваши слова. Вот послушайте. Ваши слова я могу принести в суд? А страх под задолженностью? Это что? Это страх под задолженностью. Там передали, у вас кредит закрыли. Есть и 9 тысячи. Это давайте. Так, его закрыли. Так оно, видите? Вот. Вы же подтверждаете, что есть закрытый кредит? Паспорт клиента. Паспорт клиента? Да. Ничего. Сударус, паспорт спечатан. А в паспорт закрепанного. У вас же есть, вы же принимали документы. Это все указано в заявлении. 46.16. А вы можете мне предоставить доверенность? Да, могу. Вот так мне надо проверить. Вот, в скольки работаете? На семи. На семи? Ну, хорошо. Сейчас представлю. Я могу предоставить личные документы. Все. Да, только не говорите, что если там не будет указан совкомбанк, это значит не та доверенность. Я вас сразу просто предупреждаю. Ну ладно, до новых встреч.